Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эх, ты ведь ничего не предвещала беды! Кругом жопа! А ты ещё решил усугубить? Денчик, ты, сука, в погоне за хайпом так и душу просеришь! А душей подумай, сука, о неблайках! Тьфу, ты жёшь, твою мать! Кузьмич, ну, собственно говоря, мы просто не могли С тобой этого не сделать! Не каждый день у нас в России, матушки, Разливают пиву в тару объёмом 0,5 литра! Всё больше гейские 0,45! А того ещё меньше! В общем, сегодня будем сравнивать классическую тройку Воссозданную по рецепту 1992 года и текущую! Эх, помню, мы в школьные годы С корешем драгоценным коляном взяли ящик троечки на Новый год! Начали его употреблять с утреца! Да так он и кончился к Новому году! Вот ж сколько здоровья было в молодом растущем организме! А сейчас пять банок и пы выпил и влюлю! Стареем, Кузьмичек, стареем, мать его ж! Да не в старости дел-то! Ты всегда был немощным хлюпиком! И аж любая баба перепьёт! Как всегда было и всегда будет! Так что не строй тут у себя заправского алкаша! Дилетант хренов! В общем изначально план был устроить слепой тест! Но ассистировать было некому! От Кузьмича проку мало! А домашние уже спали! Так что вместо слепого теста вполне себе зарячий будет! Хера себе! Сказал я себе! А чё бля за унижение моего медведского достоинства? Ты меня даже толком не поумолял, чтобы я тебя наливал! Припал бы на коленки, видишь я бы и снизошёл бы до розлива! А вот теперь тебе точно хрен в стакан! А не это, не ассистирование козлина! Теперь, собственно, ты уже и нахер не нужен! Хрен можешь себе кунать! Итак, послушаем, что же нас ждёт в стекляхе! Это самый исторический сорт Балтики! Буквально легенда 90-х! Именно стройки по-настоящему началась история бренда Балтика! Да и вообще российского рынка пива нового времени! Что у него особенного? Большая плотность? Большая плотность! Более насыщенный вкус и хмелевой аромат ощутимая! Но деликатная хмелевая горчинка во вкусе! И, конечно, узнаваема бутылка из 90-х с фольгой на горлышке! Что нас ждёт в жестянке? Даже читать страшно! Ибо при слове «пилснер» меня аж от геменического хохоту скрючивает так, что вся прихожу потом минуты через полторы только! В общем, классический европейский пилснер, при приготовлении которого использованы не только горькие, но и ароматические сорта хмеля! Это единственное российское пиво, которое варится в Германии! Такой к чёрту варится в Германии! Что за бред? Погоди, они реально тройку позиционируют как пилснер! Это же олигофрения чистой воды! Конченые! Когда уже в нашей стране чудесно перестанут навелывать честную Ваньку! И когда честный Ванька уже перестанет быть лопухом, чтоб всё это хавать! Да иди ж твою ж мать! Ох! Никогда, Кузмич, ибо Ванька не мамонт! Итак, перед нами пиво светлое Балтика классическое номер 3 пастеризованное! Цена 49,99 за стекло и 49,99 за жестянку! Даже удивляюсь таким ценам! Объём 0,5 литра в стекле, 0,45 в жестянке, в составе вода, солод, хмель и дрожжи! Стиль пива пилснер! К слову, даже в телах матые 90-е года это не было пилснером, ибо хмеля даже тогда было катастрофически мало! Но заявлен именно он! Тип в боковке стекло и жестянка, соответственно! Алкоголь 4,8% в стекле, 4,8% в жестянке! Плотность 12 в стекле, 11,5% в жестянке! Горечь 10 и булл! Розлив! Стекло! 26,10,23-го! Жестянка! 0,5,09,23-го! Вгоден, соответственно, стекло до 28,10,24-го! Жестянка до 0,5,09,24-го! Изготовитель стекло и жестянка оба сварены на Балтика, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, 2-я, дом 34! Хера, ты подгадал с одного завода урвал варку! Основательно подошел к делу! Ну что ты со сроками, по-моему? Чуть не сходится, нихера! Ну, как написано, так и сказал! Итак, цвет золотистый, прозрачный, отличий практически никаких! Пена пышная, белоснежная, средняя пузырчатая, среднестойкая, в стекле чуть более стойкая, но в целом разницы, опять же, почти никакой нет! Аромат! И снова почти никакой разницы! Солодово-лимонадный, разве что у стекла лимонадные сладости чуть поменьше, нежели у банки! Тело легкое, у жестянки более липкое, карбонизация умеренно, разницы никакой! Вкус! В стекле легкий солодовый вкус, чуть сладости и пустоты, чуть кислинки! Вполне себе обычный лагерь, практически без ксюков! Что касается жестянки, а вот здесь уже ни хрена не пиво, а лимонад! Намного слаще, чем стекло! Вкус солода конкретно уходит в лимонад! В послевкусии стекло вяжет рот, как после недозрелой хурмы, так как есть даже призрачный намек на хмель! В жестянке же ни единого намека на хмель нет! Рот не вяжет, как в возрожденном варианте! Остается тупо лимонадная сладость и на этом все! Что касается оценки, стекло твердая тройка, а вот жестянка твердая двойка! Мораль! Собственно говоря, разница действительно есть! В плане аромата, цвета и визуала они совершенно идентичны, но вот вкус разительно отличается даже в рамках одного завода! Если Возрожденная Балтик это вполне себе обычный легкий лагерь, что приятно! Почти без косяков, то современный вариант это какое-то лимонадное недоразумение, нежели пиво! Про Пилснер можно только поржать, ибо даже близко нет ни единого намека на заявленный стиль, ни в стекле, ни в банке! Что в стекле, что в банке, собственно, писал, нежели Пилснер! Возрожденная тройка создана лишь для того, чтобы в жаркий день взять холодную стеклянную бутыль на объем 0,5-го и замахнуть ее с горла, как в былые годы! Когда за это еще не штрафовали на улицах! А современная версия годится... Разве что... Да хрен знает, для чего она вообще годится! Видеть ее в дежурной кружке совершенно не хочется и... Надеюсь, это был последний раз, когда мы брали тройку! Ну что, Денчик, мы ждем возрожденную девятку! Будешь тестить-то со стеклом? Однозначно же будешь я тебя знаю, алкашина! Ты уже ждешь под ней письмо, Дед Морозу, уже пишешь... Дайте мне девятки! Ты свои мечты извращенские на меня не перекладывай! Сам Дедушки Мороза проси! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok